Добрый день дорогие друзья меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим тему какой ресурс цепи ГРМ особенности конструкция обслуживания плюсы и минусы системы как всегда более подробно этот и другой материал вы найдете на сайте базлайт точка ру ссылка на сайт будет под видео и под описанием итак сегодня мы с вами узнаем какой ресурс имеет цепь газораспределительного механизма двигателя автомобиля известный в народе как ГРМ чем отличается компонент от приводного ремня и какой расходный элемент силовой остановки считается более надежным и долговечным по сроку своей службы кроме того расскажем про то какими плюсами и минусами обладает цепь системы газораспределения какой интервал обслуживания расходного элемента необходимо соблюдать а также с какими деталями зачастую меняется эта важнейшая приводная деталь того или иного мотора но в заключение поговорим о том какие конструктивные особенности присущи приводной цепи и почему со временем элемент системы газораспределения имеет свойство растягиваться как правило значительное количество автолюбителей на планете хотя бы один раз в жизни живую видели а также слышали для чего предназначена цепь системы газораспределения силовой установки транспортного средства для тех кто впервые в жизни столкнулся с таким понятием как цепной привод поясним что цепь газораспределительного механизма является ключевой деталью которая призвана соединять коленчатый и распределительные валы двигателя друг с другом справочно заметим что в некоторых типах силовых установок цепь грм может соединять не один а сразу два распределительных вала примером тому служит система газораспределения dhc 16 клапанами как мы знаем любой автолюбитель любой автомобиль прошу прощения приводится в движение благодаря коленчатому валу которые толкают поршни двигателя что же касается распределительного вала то его функция заключается в открытии клапанов силовой установки причем в нужной последовательности с целью подачи смеси горючего и отвода выхлопных газов из камер сгорания цилиндров что касается цепной и ременной передач что они выполняют единую одинаковую задачу по взаимодействию приводных компонентов при помощи их соединения друг с другом заметим что определенная доля автовладельцев считают цепную передачу ненадежной дорогой в обслуживании а также непрактичной так как данный узел двигателя очень тяжело диагностировать на растяжение и износ однако так ли это почему тогда подавляющее большинство современных автопроизводителей в последние годы так активно стали оснащать свои транспортные средства цепной передачи значит все не так все таки страшно не так страшно цепь грм как про нее говорят чтобы окончательно определить надежность а также реальный ресурс цепи грм необходимо тщательно рассмотреть преимущества и недостатки которыми обладает данный компонент двигателя что мы принципе сегодня и сделаем в нашем видеоматериале и первым делом давайте рассмотрим основные особенности и обслуживания цепи грм а также поговорим о недостатках цепной передачи сразу отметим что главной отличительной чертой цепи от ремня системы газораспределения двигателя является вид используемого материала и расположение приводной детали в силовой установке цепь грм конструктивно как правило располагается внутри двигателя а ремень наоборот снаружи мотора под специальным кожухом кроме того цепь всегда функционирует смазки она же моторное масло причем высокого качества а ремню это все не требуется он работает как говорится в воздухе то есть на сухую данный момент является также немаловажным отличием приводных деталей друг от друга как утверждают автомеханики то по их мнению приводная цепь грм считается лучшей ремня системы газораспределения двигателя по надежности специалисты утверждают что самой сильной стороной цепи является именно материал из которого она изготавливается то есть то есть металл однозначно будет всегда крепче и долговечней чем химические резина полимерные или тканевые волокна временной передачи однако почему же некоторых автопроизводителей все же не устраивает цепь грм и они устанавливают на свои машины именно ременные устаревшие так сказать морально ремни ответ на этот вопрос кроется в недостатках приводной цепи системы газораспределения мотора и так недостатки которыми обладает цепь грм двигателя во первых это повышенная шумность является одним из основных минусов цепной системы грм отметим что даже в новом и отлично настроенном двигателе оснащенным цепью работа газораспределительного механизма всегда будет шумнее чем с ремнем а дело все в том что во время движения металлической цепи по звездам которые изготовлены из такого же материала то есть из металла звука никак не избежать у приводного же ремня об этом плане ситуация совсем иная далее второй недостаток это конструктивные особенности порой играют не в пользу опять же цепи грм так как некоторые производители автомобилей в угоду все той же тишине и компактности справочно ременной мотор по размерам меньше цепного примерно на 10-15 процентов не вправе устанавливать цепной привод изготовлены из металлических звеньев которые в отличие от ремня идет внутри двигателя кроме того некоторые автопроизводители для своих машин используют силовые установки которые просто конструктивно не могут оснащаться цепным приводом поэтому они отказываются от цепей в пользу ремня который работает за пределами мотора и вращается в воздухе третий недостаток это неэффективно захватываются звенья во время движения цепи по шестерням валов как распределительного так и коленчатого скажем так механизмом в сравнении с ремнем что является доказанным фактом то есть самый ход осуществляется менее надежно чем у ремня дело в том что шестерни цепной системы газораспределения имеют широкие полоски для зацепления а зубья цепи в придачу всегда находится в смазке что снижает цепкость компонентного двигателя друг с другом однако нельзя утверждать что цепь работает совсем неэффективно это не так потому что в зацеп она входит вполне нормально благодаря наличию двух рядов зубьев своем строении если сравнивать цепи ремень грм то как утверждают автомеханики первый элемент все же намного быстрее может перескочить через зуб шестерни то есть цепь нежели гибкий компонент мотора следующий немаловажный недостаток это натяжение наравне с перескакиванием через зубья является очень серьезной проблемой для цепного привода системы газораспределения двигателя как мы уже знаем приводной ремень является гибким компонентом которые легко гнется и настраивается при надобности а вот цепь находится внутри мотора в смазке что значительно усложняет процедуру по ее подтягиванию то есть выравниванию по натяжению следующий довольно существенный недостаток это диагностика также не является сильной стороной цепного привода так как его гораздо сложнее проверять на износ в отличие от ремня из-за этого порой случается ситуация когда недосмотренный компонент двигателя в процессе сильного износа рвется и происходит дружественная встреча клапанов с поршнями а это уже как ни странно приводит капитальному ремонту силовой установки кроме того некоторые специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств утверждают что цепной механизм сложнее менять так как необходимо разобрать почти половину мотора что касается ременной передачи то для замены нам нужно только открутить защитный кожух как правом идет или пластиковый либо алюминиевый либо из металлических сплавов снять старый ремень и установить на это место новый однако стоит учитывать тот факт что ремень нужно обновлять как минимум в 3-4 раза чаще тем чем цель заметим что на ресурс цепи напрямую влияет моторное масло в котором работает компонент двигателя как мы знаем цепь функционирует внутри силовой установки поэтому чем лучше она смазывается тем больше будет ее срок службы положительным образом на цепной механизм влияет частая замена моторного масла так как благодаря этим действиям мы убираем из двигателя ненужный мусор в виде песка и разного рода грязь которые ускоренно разбивают а также изнашивают систему газораспределения новое моторное масло помогает лучше скользить поршнем что обеспечивает снятие лишней нагрузки цепного механизма автомобиля таким образом можно уверенно сказать если мы хотим повысить ресурс цепи грм ее элементов то нам просто как воздух необходимо обновлять моторное масло примерно на одну две а то и лучше 3000 километров раньше регламентного срока производителя например автопроизводитель автопроизводитель заявляет срок по замене моторного масла один раз 15 тысяч километров пробега но менять его лучше будет на 12 а то и 10 тысяч километров пробега а в идеальном варианте конечно же некоторые делают замену и вообще на восьми девяти тысячах соблюдая правила по обслуживанию цепного механизма двигателя цепь будет служить верой и правдой значительно дольше а теперь давайте с вами более подробнее рассмотрим ресурс цепи грм на атмосферном и турбированном двигателе цепной привод системы газораспределения устанавливается как на атмосферные так и на турбированные двигатели что касается простых атмосферных силовых установок то конкретной информации которая касалась бы точных сроков замены цепи толком нигде нет так может она вечная к сожалению вечного как и постоянного в этом мире ничего не бывает однако как утверждают некоторые автопроизводители машин с атмосферными моторами ресурс цепи грм как правило не ограничен то есть он закладывается на весь срок службы двигателя а это ни много ни мало в среднем около 250 350 тысяч километров пробега но это не значит что мы вообще не должны следить за цепью ну и справочно для автолюбителей автовладельцев вы можете наглядно увидеть из каких основных компонентов состоит механизм газораспределения основаны на цепи как правило это идет натяжитель цепи это идет башмак который правило устанавливается в стороне он немножко гасит колебания и уменьшает тем самым звук от работы цепи ну конечно же сама цепь цепь скажем так бывает на сегодняшний день трех основных видов также в принципе разрабатывать сейчас и новый четвертый тип четырьмя звеньями довольно сложная система для турбированных основных установок она будет скажем так в них будет устанавливаться также идет успокоитель цепи он также влияет на шум он уменьшает шумность от работы газораспределительного механизма это идет масляная форсунка которая как правило расплагается в нижней шестерне внизу если так смотреть на двигатель самой системы и конечно же ведущая звездочка цепи грм которая располагается на коленчатом валу двигателя по мнению автомехаников если автомобиль имеет пробег 160 200 тысяч километров пробега то автовладельцу стоило бы уже прислушиваться к работе мотора на наличие излишнего шума вибрации или биения если имеются эти нехорошие симптомы то тогда нужно более тщательно диагностировать цепной механизм и при необходимости подтянуть или же поменять компонент на новый таким образом основным диагностическим признаком указывающим на скорый выход из строя цепного привода в атмосферных двигателях является наличие постороннего звука со стороны цепи во время работы двигателя а не какой-то конкретный пробег вот поэтому ресурс цепи довольно сильно разница производителя к производителю и от владельца к владельцу однако существует определенный алгоритм который помогает рассчитать приблизительный срок службы цепного привода мотора который гласит что если автомобиль обслуживается каждые 15 тысяч километров то в этом случае цепь оптимально функционирует до 160 170 тысяч километров пробега а если машина проходит их обслуживание каждые 10-12 тысяч километров то цепь способна нормально работать и до 300 тысяч километров пробега таким образом если мы постоянно следим за своей машиной и не ленимся делать их обслуживание как надо по регламенту желательно даже и чаще то с уверенностью можно сказать что цепной механизм будет последним узлом двигателя который мы поменяем однако не все так радужно с турбированными двигателями особенно от volkswagen его моторов tsi и tfc и которых цепь действительно слабая но это касается в основном силовых установок с объемом в 1.2 и 1.4 литра и первых лет выпуска что касается двигателей оснащенных турбонагнетателями то в этих установках работают другие правила и законы функционирования как мы знаем турбомоторы зачастую обладают большим крутящим моментом и усилием следовательно они мощнее чем атмосферное собрать и вот поэтому цепной механизм таких моторах имеет иной срок службы как правило меньший основной проблемой двигателя с турбинами является вытягивание цепи вследствие чего она просто перескакивает на зубец и силовая установка перестает нормально функционировать косвенными симптомами которые указывают на проблемы с цепью грм в турбомоторах являются повышенный расход масла топлива и троение силовой установки в потере тяги самом крайнем случае мотор просто перестает заводиться особенно характерны проблемы с растяжением цепи на моторах производства вак с объемом в 1.2 и 1.4 литра как мы сказали ранее с маркировками tsi дело в том что с этими двигателями конструкторы сильно просчитались и допустили конструктивную ошибку которая касается ширины металлического полотна цепи почему-то ширина цепи в данных моторах оказалась очень узкой справочном заметим что обладатели автомобилей с моторами 1.2 и 1.4 tsi первые годы выпуска получили подарки в кавычках виде скорой замены цепей причем такие замены происходили уже на 30 тысяч километров пробега для моторов с 1.2 с объемом двигателя 1.2 литра а для силовых установок с объемом в 1.4 литра с мощностью 122 лошадиные силы цепь обновлялась на 70 80 тысяч километров пробега но как правило это все решалось конечно же по гарантии кроме того двигатели с объемами в 1.8 и 2 литра системой tsi в стороне также не остались и обновляли свои цепи довольно рано примерно на 100 120 тысяч километров пробега как мы понимаем выше обозначенные пробеги очень тяжело назвать большими причем даже для современных автомобилей которые сплошь и рядом делаются маркетологами то есть одноразовыми а теперь давайте пофантазируем и представим как функционировал бы ремень грм в условиях турбомотора быстрее всего ремню стало бы уже плохо на 10 15 тысяч километров пробега так стало бы плохо тогда когда предстояла первая замена масла с фильтром справочном заметим что если отбросить недоработанные двигатели tsa и tfci первые годы выпуска и проанализировать нормальный турбомотор это получается что средний ресурс цепи составляет около 150 170 тысяч километров пробега и не более того но это все же приблизительные цифры а вообще нужно читать регламенты производителя где четко прописан срок службы и частота обслуживания турбированного двигателя заключение отметим что при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации автомобиля оснащенного цепью системы газораспределения силовой установки проблем связанных с обрывом или растяжением цепной передачи не возникает за исключением конструктивно недоработанных моторов также справочно заметим что в случае обнаружения посторонних звуков со стороны цепи грм во время работы двигателя рекомендуется незамедлительно обращаться на станцию технического обслуживания для тщательной проверки компонента механизма газораспределения и возможно его замены таким образом если мы обладаем атмосферным мотором то можно сильно не волноваться по поводу цепного привода потому что пробеги таких механизмов составляют среднем около 300-350 тысяч километров пробега а вот турбодвигатели это в какой-то степени код в мешке может повезти а может и нет и на этом наш видеоматериал подошел концу мы с вами прослушали посмотрели тему какой ресурс цепи грм особенности конструкция обслуживания плюсы и минусы системы а более подробно этот и другой материал всегда найдете на сайте базлай.ру ссылка на сайт будет под видео и под описание если у вас есть вопросы предложения или пожелания пожалуйста прислать их нам на наш youtube канал или оставляйте на сайте мы обязательно их рассмотрим и ответим большое спасибо за внимание берегите себя и всего вам доброго на дорогах